Наверняка вы хотя бы раз задумывались о том, что находится за пределами Вселенной. Какой же она может быть формой? Это интересует и ученых, которые не одно десятилетие пытаются узнать природу космоса в целом. И главные вопросы таковы – можем ли мы считать Вселенную бесконечной, или же есть место, которое мы можем считать ее границей? Если же она не бесконечна, то какую же форму имеет? Хаббл. На курсе вы познакомитесь с такими профессиями, как разработчик на C++, Python, Java, Web или мобильных приложений. Поймете, какие навыки понадобятся. После его прохождения выберите подходящую профессию в Яндекс.Практикуме, и можете пройти ее бесплатную вводную часть, где вы изучите основы языка и даже напишите свой первый код. Так вы будете уверены в своем выборе. Сканируйте QR-код или переходите по ссылке в описании и узнайте, какая профессия в программировании подходит именно вам. Давайте сейчас остановимся на последнем вопросе про предполагаемую форму Вселенной. Наверняка самым очевидным вариантом вам покажется сфера, поскольку для Вселенной характерны сферообразные объекты. Однако может ли она сама быть такой же формы? Та часть Вселенной, которую мы можем видеть, может отдаленно напоминать сферу в центре которой расположилась наша планета. Но такая картина не показывает реальное состояние дел, поскольку мы способны наблюдать те части Вселенной, свет от которых достиг Земли. Свет от других объектов все еще в пути. Поэтому мы их и не видим. В таком случае радиус увидимой Вселенной достигал бы примерно 13,8 миллиарда световых лет, поскольку 13,8 миллиарда лет прошло с момента Большого взрыва. И именно за такой период свет видимой части Вселенной достиг Земли. Однако все не так просто. И радиус на самом деле больше. Происходит расширение Вселенной. Некоторые объекты постепенно отдаляются от нашей планеты. Таким образом, диаметр видимой части будет около 93 миллиардов световых лет. Это дает нам понять, что за пределами видимой части Вселенной есть еще что-то. А значит и узнать, какой же формы космос, крайне сложно. Благодаря общей теории относительности ученые пришли к выводу, что в пространстве времени может быть искривление из-за массы. Искривление пространства происходит вокруг различных космических объектов, в результате чего орбиты других близких к ним объектов могут искривляться также. Искривление обширных частей пространства происходит под действием энергии Вселенной и массы материи. Несмотря на то, что во Вселенной много разных объектов, в общем, мы видим ее как пространство однородное. Соответственно, должна быть какая-то средняя кривизна. Факторы, которые также могут влиять на форму Вселенной, это сила притяжения и расширение пространства. Эти силы будто находятся в борьбе друг с другом. Поскольку одна сила притяжения пытается сжать Вселенную, а другая наоборот – расширить. То, какая сила будет преобладать и определяет форму Вселенной. Для определения скорости расширения используют постоянную Хаббла. За последними расчетами на 2022 год она достигает 73 км в секунду на мегапарсек плюс-минус один. Какой будет сила притяжения определяют масса энергии и вещества в космосе. Однако мы не знаем, какие размеры Вселенной, соответственно, и какие будут данные показатели. Для того, чтобы узнать, какой же формы Вселенная и какая кривизна пространства, было определено значение критической плотности. Критическая плотность представляет из себя среднее значение плотности энергии и вещества во Вселенной. Этот показатель может способствовать некоторому равновесию между силой притяжения и расширением Вселенной. Ни одна из сил в таком случае не будет преобладать над другой. Если сравнивать две плотности, критическую и фактическую, то у нас появляется шанс узнать, какой же формы Вселенная и как она может развиваться в дальнейшем. Стоит заметить, что, согласно общей теории относительности, с точки зрения геометрии для космического пространства, скажем так, доступны три формы. Важно помнить, если критическая плотность будет больше фактической, расширение Вселенной будет продолжаться постоянно, и силы притяжения будет недостаточно, чтобы остановить этот процесс. В этом случае форма Вселенной будет сильно выгнутой. Такое пространство называют открытой Вселенной с негативной кривизной. Если же ситуация будет противоположной, то есть фактическая плотность будет превышать критическую, процесс расширения прекратится через какое-то время, и начнется обратное действие за счет преобладающей силы притяжения. Произойдет, можно сказать, обратный большой взрыв. В этом случае форма Вселенной будет в форме сферы. Это закрытая Вселенная с позитивной кривизной. Хоть она и конечна, но у нее нет границ. Чтобы вы понимали, о чем речь. Если вы в таком пространстве пойдете в одну сторону, то через какое-то время окажетесь в той точке, из которой начали свой путь. Продолжительное время считалось, что эта версия максимально близка к реальности. Может еще быть так, что и фактическая, и критическая плотности равны. При таком положении дела расширение пространства будет происходить все медленнее и медленнее. И длиться это может бесконечно. Форма такой Вселенной будет плоской, без конкретного окончания. В плоской Вселенной можно поставить знак равенства между силой притяжения и расширением пространства. И ученые узнали, что именно в такой Вселенной мы и живем. Опираясь на многочисленные расчеты и исследования, наша Вселенная плоская или максимально приближена к такой форме. Однако помните, что мы говорим про трехмерное пространство. В то время как форма планет приближена к сферической, само космическое пространство в больших масштабах однородное и бесконечное. Чтобы узнать это, ученые высчитали плотность материи Вселенной. Поскольку размеры Вселенной нам известны не были, плотность всего пространства рассчитать никак было нельзя. Однако мы упомянули однородность космоса, а значит можно было взять какую-то область и определить только ее плотность. Это же будет плотностью и для Вселенной в целом. Чтобы высчитать плотность, нам нужно знать объем и массу. С массой все не так просто, ведь тут мы должны учитывать и то, что мы не можем видеть с помощью аппаратов. Материя Вселенной – это не только галактики. Примерно 27% от всей массы – это темная материя. С помощью ее гравитационного воздействия галактики продолжают быть одним целым и не распадаются. 68% массы Вселенной – это темная энергия. У нее обратное действие. Она способствует разъединению структур, а значит и ускорению расширения пространства. При этом знать, какой показатель темной энергии, важно, чтобы определить массу Вселенной. И напоминаем, если знать массу Вселенной, то мы можем узнать и ее плотность. Важно определить, какова же масса скоплений галактик. Один из способов – узнать, какая скорость у компонентов скопления галактик. Зная этот показатель, можно определить и массу. Заметим, что это не единственный вариант. Можно воспользоваться гравитационным линзированием. От массы скопления галактик зависит то, насколько искривлен свет, исходящий от галактик. Зная показатель искривления, можно определить массу. В итоге исследователи пришли к выводу, что фактическая плотность примерно на 70% меньше плотности критической. Однако дело в том, что в этот показатель входит темная материя и просто материя. А вот стоит нам к этому всему добавить еще и темную энергию, то фактическая и критическая плотность будут плюс-минус равны. Соответственно, в итоге мы получаем плоскую Вселенную. Но есть еще способ. Просто определить значение кривизны. Как вы знаете, в двумерном пространстве сумма углов треугольника – 180 градусов. Если же изобразить треугольник на позитивно изогнутой поверхности, то сумма всех углов будет больше 180 градусов. А вот если мы берем негативно изогнутую поверхность, то тут сумма уже меньше 180. Выходит, что если мы знаем сумму углов, то можем определить – позитивная или негативная кривизна. И примерно это и делают исследователи. Мы можем много рассуждать о том, какой формы Вселенная. Но если мы имеем дело с плоским пространством, то как в дальнейшем будет развиваться космос? И что ж выходит? Решать это будет темная энергия? Ведь она для Вселенной антигравитация. В случае, если темная энергия возьмет верх, расширение пространства будет бесконечным. Вдобавок ко всему. Еще и с постепенно нарастающей скоростью. Тогда рано или поздно расстояние между галактиками увеличится многократно. А потом, с последней погасшей звездой, Вселенная станет абсолютно темной и холодной. Конечно же, это при условии, что природа темной энергии такая, как мы предполагаем. Даже если Вселенная геометрически плоская, мы можем допускать, что топология может быть неоднородной. Мы можем в итоге даже прийти к выводу, что у Вселенной даже есть границы. Все возможно. Ведь мы еще очень многого не знаем. А как вы думаете, какой же формы на самом деле наша Вселенная?